Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня у нас с вами потрясающие вкуснейшие Барни 5 штук и здесь у нас Принглс Паприка. Честно, мне Паприка не очень понравилась, мне больше нравятся сырные. И давайте приступим. Так, первый пойдет Барни. У нас шоколадная. Как вы видите, запиваем мы все это дело чаем. Я вам ранее говорила, что я хочу завести домашнее животное. Вообще я люблю животных и мне как-то скучно, если честно, немного одиноко дома одной. Если вы тоже хотите завести домашнее животное, вам неохота там убирать, что-то там мороки гулять и все дела, у меня для вас есть очень хорошая новость. И вот что я нашла. Знаете, что это? Это муравьиная ферма от Ant Planet. У ребят из Ant Planet, собственно, лаборатория муравьев и фермы на любой вкус и цвет. Слышали про такую штуку? Напишите обязательно в комментариях, есть ли у вас такая. Я реально в восторге. У них оказывается целая цивилизация. Королевство. Рабочие, солдаты, няньки, куколки. У всех свои роли и задачи. И заморочек ноль. Раз в три дня увлажняешь. Иногда подсыпаешь семена. Им, кстати, можно давать вареные яйца, вареную грудку, креветку, курицу или, например, индейку. Без соли и специи. Вот это как раз-таки очень важно. Круто, не правда ли? Обязательно переходите внизу по ссылочке и заказывайте себе. Я уверена, что вам понравится. Все равно, вот, например, я, братика у меня рядом нету. И иногда появляется такая мысль, что, блин, завести собаку или кошку. Как вы знаете, я недавно хотела приютить котенка. Но с домашними животными реально очень много мороки. В том плане, что мне не хватает за собой прибрать, там, не знаю, постель. Не то, что уж там за кошкой. Или за собакой гулять с ней каждый раз. Вчера с Айселью тоже об этом говорили. Вот, ну а Айсель, конечно, сейчас учится. И вообще не до этого. Самый сложный этап. Поступление в универ. Моя личная жизнь в те времена поделилась на до и после. То есть у меня все было до поступления в университет и после. Вкусные чипсы. Просто много приправы. Я вам показывала. У меня новый маникюрчик. Сделала такие острые. Одно время я хотела нарастить прям очень длинные ногти. Я смотрю в тиктоке, там у девчонок есть прям супер длиннющие. Но мне уже с этой длиной, мне уже некомфортно. Я люблю длинные ногти. Мне очень часто в комментариях пишут. Айка, длинные ногти сейчас не модно. Сейчас минимализм, нюды, все дела. Я люблю длинные ногти. Вот я ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, это безумно женственно. Я чувствую себя уверенной, не знаю, с длинными ногтями. И именно не просто лаком покрыла, там все ногти разные, разной формы. длинные. А именно либо ногти под покрытием, либо нарощенные. Как вкусно. В последнее время маловато мукбанков. Это обязательно нужно исправлять. Давайте поотвечаем на вопросы, чтобы не было скучно просто сидеть и есть. Айка, привет! Многие блогеры делают гивэвэи. Почему ты не делаешь? Интересна ли тебе эта тема? И не раздражает ли, когда слишком часто блогер делает гивэвэй? Я вам скажу так. Меня очень жутко раздражает. Прям больная тема. Когда блогер слишком часто делает гивэвэй. Понятное дело, что блогер с этого зарабатывает. Но когда слишком часто, немножко это раздражает. Потому что я, например, скучаю по своему любимому блогеру. Я хочу видеть в историях, как там она не знаю, что-то делает, рассказывает о чем-то интересном, гуляет где-то, показывает свой день. А получается, что все истории только про гивэвэй. я участвовала один раз в одном конкурсе и ничего не выиграла. И если честно, этот конкурс был очень нечестный. Получается, что условия были такие, что на столе, было 15 сережек золотых. И там написали в комментариях, что кто угадает до точности, до грамма, сколько здесь золота, тот получит там одно изделие, кольцо. Я такая, ну все зеркально, я думала в конце. Они просто поставят вот эти все изделия на весы и покажут, сколько же на самом деле весит. Из комментариев выберут победителя. Кто сколько написал. Там нужно было написать, сколько здесь грамм и отметить, по-моему, лучшую подругу. Каждый раз, когда ты пишешь свой вариант с граммами, ты должен кого-то отмечать. Тем самым, они подняли группу. У них, по-моему, было около 300 подписчиков, а к концу конкурса у них уже было 5000 подписчиков. И получается, что в конце они просто объявили победителя. И то, знаете, им напоминали, в комментариях писали, что вы говорили, что 7 числа вы опубликуете кто победил. А они такие, а, да, 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 точно. Потом какой-то фейк профиль, как я поняла уже, потому что там подписок было 20, подписана она была на 7. Что-то ее комментарии, среди комментариев, я даже не видела. Типа она угадала. Мне даже не сказали, какой у нее был вариант. Я просто думаю, что таким образом они просто набрали аудиторию и, на мой взгляд, они обманули своих зрителей. Поэтому я думаю, да ну нафиг. В большинстве случаев я не участвую. Однажды в жизни мы выиграли соковыжималоку. Мы были настолько рады. Получается, что в магазине техники был конкурс. Каждый раз, когда ты что-то покупаешь, ты получаешь такую вот штучку, сверху стираешь как штрих-код, там появляется либо подарок, либо еще раз попробуйте свою удачу. И когда вышла соковыжималка, мы такие в шоке. Блин, как это могло произойти? Просто мы люди, которые никогда, нигде, ничего не выигрывали. Честно, я верю в правдивость некоторых конкурсов. Просто мне не везло, я особо не заморачивалась, особо не участвовала. Но после того, как мы выиграли эту соковыжималку, которая была предназначена только-только для апельсинов, то есть не была общая соковыжималка, там можно было выжимать только апельсины. То есть это была не очень полезная вещь, но при этом была безумно просто приятная. мы потом через недельку пошли в этот магазин и купили утюг. Потом купили мне фотик. Знаете, почему? Жадность. Мы хотели еще что-то выиграть. Например, разыгрывают квартиры. В это я не верю, честно. Мне кажется, это обман. Когда разыгрывают что-то правдоподобное, например, возможно, айфон, какая-то косметика, тогда уже хочется участвовать. А когда там какой-то ламборджини, понятное дело, что это обман. Возможно, я тоже когда-нибудь буду проводить гивауэй. Но это не будет настолько часто. В общем, я ответила на вопрос, ребята. Следующий вопрос. Айка, когда ты последний раз плакала? Я плакала позавчера, мы поругались с моим парнем, поругались за ерунды. я не хотела делать скандал, я вовсю пыталась не делать скандал, держать язык за зубами, но не получилось. Так получилось, что язык меня подвел. Я просто забабахала скандал. к сожалению. Но мне очень нравится в моем парне одна черта, он никогда не оставляет нас в ссоре. То есть, например, я обиделась, и он обиделся, такого нету. То есть, я обиделась, он мне звонит раз в 50, а я потом не беру, делаю. Так, еще раз позвони. И еще раз. Нет, сейчас брать не буду. Надо, чтобы он понял свои ошибки. Я обожаю парней, которые сразу звонят девушкам, не обижаются по неделями. И вот она мне не звонит, я ей тоже звонить не буду. Ребят, у вас особое место в районе. Согласитесь, девочки. Как приятно, когда ты права, ты не права, он все равно позвонит. Самое главное в такой ситуации не обнаглезь. У нее подруги был парень, в общем, они ругались, и он просто не брал трубки. Он обижался, игнорил ее, и она просто изводила себя. Она переживала такой стресс в этот период, и жалела о том, что она сказала. Сто раз извинялась, разных номеров набирала. А он как девочка. Нет, не возьму. Я такое вообще не понимаю. в этом плане мой любимый он золотой. То есть, ему не влом даже 50 раз позвонить. Он всегда говорит, что если мы с тобой не помиримся, я не смогу спать. Однажды, кстати, такое было, что мы как-то плохо поговорили, легли спать. Он всю ночь не спал, потом утром, как я проснулась, всем мне позвонил и сказал, ну что, обсудим наши проблемы. А я обожаю обсуждать проблемы. Ты со мной обсуждаешь, я прям целыми днями буду тебе мусолить мои претензии. У него еще есть такой характер. Он начинает наезжать, когда он видит, что я разозлилась. Он такой, ну ладно. Здесь у меня смотрят парни. Дорогие мои, что вам стоит в ссоре просто написать первыми. Вы же мужчины! Понравилось мне? а . В общем, ребята, на этом все. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. Всех целую. Всем пока.